Азот и трех электронов в П-состоянии. Электроны атома азота образуют три типа гибридных орбиталей. Азот входит в линейные, плоские треугольные и пространственные тетраэдрические молекулы. Известно, что содержащие азот молекулы играют огромную роль в биологических процессах. В состав растений и живых организмов входят аминокислоты, витамины, ферменты, нуклеиновые кислоты. Азот есть в таких жизненно важных соединениях, как хлорофилл и гемоглобин. Хотя при открытии элемента шотландский химик Резерфорд назвал его удушливым воздухом. А Лавуазье дал имя азот безжизненный. В природе азот встречается главным образом в виде газа, молекула которого двухатомна. Он занимает около семидесяти восьми процентов объема воздуха. Из атмосферы азот получают путем фракционного разделения воздуха. Воздух фильтруется от пыли и поступает в пятиступенчатый компрессор. После трех ступеней сжатия воздух из компрессора подается в скруберы, где осуществляется связывание углекислого газа раствором щелочи. Очищенный воздух дожимается в компрессоре до двухсот атмосфер. Далее в детандерах происходит охлаждение воздуха за счет его расширения. Воздух сжижается и подвергается двойной ректификации в колонии. В результате этого он разделяется на азот и кислород. Перевозят и хранят жидкий азот в сосудах диора, имеющих различные размеры. Так большие объемы жидкого азота транспортируют в железнодорожных диорах цистернах. Газообразный азот в сжатом виде перевозят в баллонах черного цвета. Применение жидкого азота как охлаждающего вещества открывает новые возможности в развитии сельского хозяйства, медицины, биологии. Клеточные культуры животных и человека могут годами сохраняться при температуре минус 196 градусов Цельсия. Жидкий азот применяется для достижения низких температур в криогенной технике. Газообразный азот используют для повышения твердости и коррозийной устойчивости металлических деталей. После азотирования детали не требуют дополнительной обработки и срок их службы значительно возрастает. Азот применяют как инертную среду для заполнения различных ламп и термометров. Азот самая стабильная из всех двух атомных молекул. Тройная связь, одна из которых сигма и две пи, прочно объединяет два атома. Как получить из молекулярного азота необходимые соединения? Многие химические свойства аммиака определяются наличием неподеленной пары электронов атома азота. При взаимодействии с сильными кислотами аммиак образует соли аммония. Азот отдает свою неподеленную пару электронов катиону водорода. Возникает комплексный ион аммония с четырьмя равноценными связями азот-водород. Как донор электронной пары азот аммиака выступает в качестве легандов в комплексных соединениях переходных металлов. При добавлении водного раствора аммиака осадок хлорида серебра растворяется. Координационное число серебра в аминокомплексах равно двум, меди четырем, никеля и хрома шести. Аммиак прекрасно растворяется в воде. За счет этого в заполненную аммиаком колбу вода поднимается против силы тяжести и фонтанирует. Водные растворы его называют нашатырным спиртом. Аммиак обладает восстановительными свойствами. На поверхности разогретого оксида хрома-3 он энергично окисляется кислородом воздуха. Промышленный синтез аммиака из водорода и азота сегодня по праву можно назвать образцом современного химического производства. Управление полностью автоматизировано и осуществляется с центрального пульта. Высокая эффективность и мощность производства во многом зависят от катализаторов, применяемых на всех стадиях процесса. В производстве аммиака используется вода, природный газ и атмосферный воздух, из которых в результате газокаталитических процессов образуется азотоводородная смесь. Она последовательно очищается от примесей и поступает в четырехступенчатый компрессор. Синтез аммиака идет под давлением 300 атмосфер. Из компрессора азотоводородная смесь через сепаратор и теплообменники поступает в колонну синтеза, где расположен катализатор. Азотоводородная смесь нагревается выходящим из колонны газом и последовательно проходят слои катализатора, в каждом из которых идет образование аммиака. Жидкий аммиак и его водные растворы используются в качестве удобрения. Жидкий аммиак широко применяется в холодильной промышленности в качестве рабочего вещества. Водные растворы используются в медицине. Степень окисления атома азота в азотной кислоте максимальна и равна плюс пяти. Азотная кислота – энергичный окислитель. Углерод, сера, фосфор под действием кислоты превращаются в оксиды. Металлы при взаимодействии с раствором азотной кислоты не вытесняют водород. Глубина восстановления азотной кислоты зависит от ее концентрации и активности металла. Железо, алюминий, хром растворяются в разбавленной азотной кислоте. А в концентрированной кислоте поверхность этих металлов пассивируется, покрывается защитной оксидной пленкой. Поэтому медь из раствора медного купороса не осаждается на железном стержне, выдержанном в концентрированной кислоте. Производство азотной кислоты автоматизировано и основано на каталитическом окислении аммиака кислородом воздуха. Из атмосферы воздух проходит через фильтры в турбокомпрессор, где давление его увеличивается до 6-7 атмосфер. Воздух и газообразный аммиак подогреваются и направляются в смеситель. Смесь подается в контактный аппарат, где происходит реакция окисления аммиака. Температура катализатора поддерживается за счет тепла, выделяющегося в реакции. Выходящие из контактного аппарата нитрозные газы охлаждаются в котле-утилизаторе. При охлаждении нитрозных газов оксид азота превращается в диоксид. В холодильнике из газовой смеси конденсируется вода. Она и образует с диоксидом азота азотную кислоту. В абсорбционной колонне завершается процесс получения азотной кислоты. При движении от верхней тарелки к нижней концентрация кислоты увеличивается, достигая на выходе 58%. В продувочной колонне из нее удаляются растворенные газы. Азотная кислота поступает в хранилище. Около 80% получаемой кислоты используется для производства простых и сложных минеральных удобрений. Азотная кислота широко применяется в производстве красителей, пластмасс и синтетических волокон. Используется как окислитель в ракетной технике, а также для получения взрывчатых веществ, динамита, тола, пероксилина. Бурное развитие промышленности и широкая химизация сельского хозяйства, которые во многом связаны с химией азота, ставят проблему охраны окружающей среды. Оксиды азота, ядовитые вещества, образуются при сгорании различного топлива. Содержание оксидов азота в газах, выбрасываемых в атмосферу, снижают путем каталитической очистки. Эффективность очистки регулярно контролируется заводскими лабораториями. Защита атмосферы от загрязнений является актуальной проблемой всех стран с развитой промышленностью. В промышленных городах созданы специальные службы охраны атмосферного воздуха. За содержанием вредных примесей в воздухе ведется тщательный и постоянный контроль. В то же время в природе существуют системы, совершенно безвредно связывающие молекулярный азот. На корнях бобовых растений живут бактерии, которые переводят азот в аммиак. Полностью механизм превращения азота бактериями пока не ясен. Известно, что этот процесс протекает при участии фермента, нитрогеназа. Также, например, неясно, как в процессе инкубации азот из воздуха проникает внутрь куриных яиц и превращается в сложные соединения, аминокислоты, белки. Изучение природного механизма фиксации и восстановления азота одна из наиболее актуальных проблем современной науки. Аминокислоты Аминокислоты